Господь За моей спиной находится дом семьи Врангелей, в котором прошло все детство будущего генерала Врангеля, так как он учился с братом в Петровской реальной гимназии, в то время как его отец был гласным городской думы и занимался коммерцией. Впоследствии семья переехала в Санкт-Петербург, а дом остался. Мы кадеты второго донского императора Николая, второго кадетского корпуса. Сегодня 25 апреля, день памяти барона Врангеля и этим приездом мы решили почтить его память. Петр Николаевич Врангель был командующим русской армии в Крыму и внес значительный вклад в укрепление русской армии. Будучи командующим, он уводил с фронта несовершеннолетних подростков, чтобы они не погибли на полях сражения за нашу родину. Отправлял их во второй донской кадетский корпус, преемником которого является наш корпус. И таким образом давая возможность подросткам закончить образование и стать достойными офицерами. День памяти барона Врангеля, потому что именно 25 апреля его не стало и он был через какое-то время умер в Брюсселе, а потом был перезахоронен уже в Сербии. Так что сегодня формально день памяти. Но это еще и напоминание о том, что у нас есть проблемы, которые не решаются. А проблемы не решаются по сохранению объектов культурного наследия. Потому что у нас есть вроде бы закон, и в этом законе четко прописано, что кто не соблюдает, то у него могут отобрать то, что ему было передано. А это ведь было передано, потом уже это было продано, перепродано, но все равно несоблюдение норм закона позволяет государству применить политическую волю. Ну пока этого нет. Я получил письмо, его можно будет посмотреть, потому что формальное письмо, но там опять-таки никакой конкретики, нету ни фамилии, ничего, что вот будет закрыт. Что ситуация под контролем, охранные обязательства и прочее все это будет. От Министерства культуры. Якула там с ball. Якула так. Якула так. Якула так. Якула так. Якула так. Министерства культурных обязательства и прочее все это будет. Восторг.